Отравление алкоголем не редкость среди детей и подростков, особенно во время каникул. Они собираются в компании, устраивают вечеринки. Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что почти 80% школьников пробовали алкоголь, а более 50% подростков 16 лет и старше употребляют алкоголь регулярно. Как вовремя распознать угрозу и помочь ребенку, говорим с главным специалистом-наркологом Министерства здравоохранения Оренбургской области Владимиром Корпецом. Владимир Васильевич, здравствуйте. Добрый день. В прошлом году по всей России звучала эта история из Свердловской области, где 10 подростков были в тяжелом состоянии после употребления алкоголя. В Оренбургской области фиксируются ли подобные случаи и действительно ли дети так много употребляют алкоголь? Ну, вы знаете, слава богу, нет того, что было в начале века, в самом начале века, когда буквально сотни ребятишек мы брали на учет, особенно во время зимних каникул, во время весенних, когда они отмечали эти торжественные для них дни, выпускные или начало отдыха, и дети травились, и дети попадали к нам на заметочку. Сразу попадали. Почему? Потому что уже в течение ряда лет в Оренбургской области установлен мониторинг за случаями отравления. Мало того, он уже года три назад подтвержден приказом Минздрава, где каждый ребенок, отравившийся, автоматом передается через скорую помощь, любые случаи, значит, нам в наркологическую службу. Для чего это делается? Это делается по одной простой причине, чтобы была мгновенная реакция на это. Потому что для детей и подростков мы прекрасно знаем тот возраст, который ограничен законодательством, да, это 18 лет, когда подросток может употреблять алкоголь. И здесь он тогда, ну, как бы выбирает, то ли будет вести трезвый образ жизни сам. То ли будет потихонечку выпивать, и в итоге, если будет выпивать хорошо, ну, станет алкоголиком. А вот до 18 это мы с вами должны с ним работать и делать так, чтобы это было недопустимо. И чтобы вот это предотвратить, мы, получая вот этот звоночек со скорой помощи, тут же своей мобильной бригадой с отдела профилактики, едем в ту школу, в которой учится подросток или учился, едем в тот коллектив, находим тот класс, и с разрешения, значит, нашего областного образования мы заходим и начинаем профилактическую работу. То есть единичный ли это случай, или это случай, значит, который надо рассматривать, как обычно подростки выпивают компанией какой-то, сыграет компашка, да. То ли это начало системы какой-то, когда этот ребенок начинает употреблять алкоголь. И вот здесь вот этот треугольник, да, который мы всегда ищем вот в данный момент, в данные там, ну, в микросоциальной группе, не будем говорить, это школа, там, техникум или там, в микросоциальной группе, это сверху вот сидит вот этот нарушитель закона, а фактически он нарушитель закона, этот подросток, он его не знает просто. Вот. В правом углу это преподаватель, в левом углу это родитель, и в центре мы, куда вместе мы туда входим, это КДН, потому что этот подросток, как правило, попадает в комиссию по делам несовершеннолетних, это инспекция по делам несовершеннолетних, которая может там это все расследовать, но это уже люди в погонах. И наша задача вот не допустить, чтобы вот этот вот пагубный треугольник был много раз. Могу привести цифры, они как бы не думают, что секретные, вот только с 24 по 26 мая, да, это вот, вот я рассказываю про эти дни, про эту неделю фактически. Подростки так здорово отмечали от окончания школы, что 17 человек автоматом, вот через скорую помощь были сигналы к нам, мы на них оперативно среагировали и будем реагировать как бы дальше в этом же ритме. Это случай по Оренбургской области? Да, это по области, да, но с учетом того, что это законодательство, это же законодательство, который нарушает подростки, значит, благодаря, ну, как бы самому главному, благодаря, конечно, в скобках, это отсутствие внимания со стороны родителей. А что? А как? И, значит, вот те моменты связаны, но на учителя это очень сложно переложить, потому что учитель, он преподаватель, он воспитатель, да, и вот где здесь вот эта строчечка, и что он воспитатель, да, ну, где-то недоработка, и учителей в первую голову все-таки это недоработка родителей наших, вот, уважаемых родителей. Что родители должны сделать, да, поговорить с детьми в канун этих праздников, в канун лета? Ну, вы знаете, здесь вот два кита, на которых это все держится. Ну, во-первых, это каждый родитель, ну, несмотря на то, что он сам употребляет алкоголь и курит в присутствии подростка, должен четко подростку объяснять про второго кита. Первый кит – это мировоззрение здорового образа жизни, которое мы внедряем через нашу областную программу, да, молодое поколение делает свой выбор, которое прописано, кстати, в правительственных документах нашей Оренбургской области. И второй кит – это уважение существующих законов нашего государства. Нравится ли данному родителю он или данному подростку, не нравится. Ну, некоторые подростки защищены законом в том плане, что до 14 лет они могут быть неподсудны вообще, и тогда ответственность вся лежит на родителей, как на их воспитателей, опекунов или как угодно можно называть. То есть взрослые должны быть примером. Взрослые должны быть примером мировоззрения. Мы вот всегда это забываем – мировоззрение здорового образа жизни. А зачастую этого не происходит. И у нас вот даже были смертельные осложнения вот этих инцидентов, когда в прошлом году отец мальчику давал психоактивные вещества. И через два месяца последовала смерть этого мальчика. У нас в прошлом году было две таких смерти. Как родитель объяснял это? Для чего это делалось? Вы знаете, это не мои полномочия. Это полномочия уже людей в погонах. Это силовых структур, которые… Моё мнение, таких родителей не должно быть. И такие родители, если они так воспитывают подростка, они должны находиться всё-таки не вместе с нами, а в местах, где просто невозможно воспитывать таким образом детей. И подростков, да. Позапрошлым году было тоже два смертельных случая. В этом году, уже вот до сегодняшнего дня, уже три таких случая. Это все ребята практически те, которые нуждаются в опеке родителей, в обычном бытовом. В заботе внимания. Воспитывайте. Это ребята 13, 17 и 14 лет. Из них одна девочка. Это смертельные случаи, когда… Почему они были связаны действительно с алкоголем? Или это ещё какие-то варианты отравлений? Здесь, значит, один связан с наркотиками, употреблением психоактивных веществ, а двое – с вдыханием различных паров газов. И вот эти подростки, благодаря тому, что вот этот треугольник не срабатывает, да, подросток умер, учителя остаются, родители опять прямо с восклицательным знаком остаются, мы остаёмся, а подростка нет. То есть мы вот все втроём работали, а фактически потеряли данного парня или данного, значит, ребёнка, которому порой не исполнилось даже 14 лет. Владимир Васильевич, на что нужно обращать внимание, да, как предупредить вот такие печальные случаи? С какими симптомами дети к вам попадают? Обычно оглушение сознания – это нарушение движений, подросток там где-то падает. Ну, симптомы обычного пьяного человека, и они, значит, вызывают зачастую вот такое вот удивление прохожих и вызывается скорая помощь, которая видит, что там вот те случаи, которые я назвал, симптомы, они все алкогольного генеза. То есть с чего вы начали как раз передачу. Вот отравившиеся – это, как правило, всё-таки наркотики, хотя был у нас один случай, сочетанный алкоголь и наркотики вот среди этих семи погибших за последние три года подросткам, а это те ребята, которые составляют 25-24, вернее, процента нашей области, но они, эти все ребята, это стопроцентно, когда они вырастут, это будут наши будущие педагоги, учителя, там и строители, и инженеры, и прочее. А их-то с нами уже не будет, вот этих ребятишек, они уже умерли, они погибли, поэтому вот через средства, массовые информации, через вас просил бы ещё и ещё раз... Родители быть внимательными. Всем взрослым. Обострять внимание родителей, обострять внимание учителей вот на этих моментах, особенно родителей, что будьте внимательны, а будьте, смотрите, а куда ваш подросток, не оставляйте его без внимания даже час, даже полчаса, потому что за эти час-полчаса есть взрослые дяди, иногда, вот как я говорил, даже папы, которые выдают психоактивные вещества, и подросток погибает. Вот, то есть подросток должен быть под постоянным вниманием. А где была мама у этого папы, да? А мамы не было. А где была общественность? Где были вот даже микросоциальные группы, да, соседи? Почему они не обратились куда-то в органы полиции и не сказали, что парень погибает? Это всё сейчас расследуется, конечно, и мы будем знать эти результаты, но факт остаётся фактом. Парня нет, его никогда не будет вместе с нами. Возможно, семья, там, скажем, благополучное внимание к ребёнку, допустим, употребление каких-то запрещённых этих плохих веществ, да, становится систематическим. Какие симптомы должны родители насторожить и всё-таки работать с ребёнком? Элементарные. Необычность в поведении, снижение, значит, внимания ко всему происходящему, это ночные сидения около компьютера, это, значит, вот полная-полная отрешённость от каких-то событий, которые происходят внутри семьи, которые происходят вокруг, то есть ничего не нужно, человек становится бездеятельным, но у него всё сознание, всё внимание направлено на одно, на поиск наркотика, на поиск, допустим, психоактивных веществ, которые затуманивают его сознание, от чего он испытывает какие-то переживания, которых у него нет в обычной жизни. Возможно, стоит детей предупредить о том, как вот эти злоупотребления веществами будут отражены на организме, что как алкоголь, наркотики влияют на состояние психологического здоровья в тело. Во-первых, тогда, когда мы с детьми работаем, это одна из целевых наших групп, когда работает именно доктор, тот, кто психолог, тот, кто именно приходит в класс и начинает говорить, работать, мы рассказываем не просто им о каких-то последствиях и о том, что может с ними произойти. Мы их поднимаем и спрашиваем. А вы вот эту зону риска знаете? А вы это знаете? А вы законодательство знаете? И что мы видим? А мы видим порой, что они ничего не знают. Они все-таки очень подвержены вот этому вот как бы группированию, ну, по-русски говоря, стадному чувству. А вот он сказал, а вот тут все хорошо, и то, что там говорят, это все ерунда. Ну да, они молодые, они чувствуют себя хорошо, кажется, что с ним ничего не случится. Если у этого малыша, у этого девочки, у этого подростка не сформировано родителями вот именно мировоззрение на здоровый образ жизни и на живых примерах, когда вот этот достиг, этот в 40 лет погиб от цирроза печени. Вот этот, значит, несмотря на то, что у него родители не знают, что и ничего не могли, а он выбился, он попал, значит, в вуз, он там проучился или там вот он хороший предприниматель, вот эти вещи, они должны закладываться у ребенка с первого класса, что помоги, сделай так. И, конечно, это жесткость законодательства, то только увидели, только что-то, значит, остановитесь, обратите внимание, приведите к психологу, пока он не попал в силовые структуры. Как только попадет он в силовые структуры, инспекции, там прочее, здесь уже начинает работать закон, о котором дети не знают. Они же не понимают о том, что когда закончат они 11 классов, и мама с папой мечтают, чтобы он стал летчиком там, ну, раньше все мечтали космонавтом, сейчас, по-моему, этой мечты нет, ну, кем-то, юристом, врачом, а эти вещи все, они зафиксированы, и надо будет сдать огромное количество анализов, чтобы доказать, что у тебя это не система, это уже вступает в действие закон. Не психолог, не психиатр, не нарколог, а закон, где четко определено, вот с такими-то проявлениями ты не можешь этого, этого и этого. То есть поступление в ВУЗ закрыто, да? Сегодня крупные предприятия всякие или, значит, вот огромные центры, где человек устраивается на работу, они говорят, а справочку от психиатра и от нарколога? А какую мы ему справочку дадим, если у него был привод в милицию, если он на скорой пропадал с инстоксикацией, мы тоже говорим, иди сюда, мы тебя будем обследовать. Тут возмущение родителей, тут сам подросток, значит, начинает понимать, что что-то не то, а он уже повзрослел, а то, что было в детстве, это ерунда, она нет. Когда ребёнок всё-таки, ну, возможно, случайно попал в больничную палату, как работают с ним и с родителями, скажем, и врачи, и психологи, чтобы этого не повторялось? Ну, вы знаете, если он попал, как говорится, по доброй воле, да, не через всякие, значит, силовые структуры, мы зачастую это всё оставляем у себя, это анонимность, значит, мы никогда не конкретизируем, даже если идём в школу, мы не конкретизируем этого подростка, мы говорим, что есть проблемы в классе, проблемы есть, они серьёзные, вот, эти проблемы должны разрешаться вот на уровне нас, чтобы этот подросток потом не имел с законом каких-то проблем, вот это самое важное, самое главное, вот, поэтому лучше упредить, чем потом расхлёбывать вот те вещи, которые бывают, ну, у детей с девиациями в поведении, все мальчишки, понятное дело, хотят испробовать, а что такое курение? Владимир Васильевич, вот сейчас говорили про праздничные дни 24-25 мая, последние звонки, впереди выпускные, ваше предостережение. Да, ещё раз хочу обратиться к родителям, чтобы не было так печально за вот эти события, да, как в том произведении «Бесценно» прожитые годы, да, вот, обратить очень серьёзное внимание подростков, детей на употребление алкоголя, что это противозаконно и что это, если будет делаться, значит, где-то и, видимо, на улице, то это обязательно они попадут, уже будет конфликт с законом, попадут, ну, даже к той же полиции или там попадут в бессознательном состоянии, в коматозном, что тоже, к сожалению, бывает. Да, это редко, да, это нечасто, вот, будем говорить так, нечасто, но это бывает, и вот они, 17 человек, вот они за 3 дня, да, таких вот праздничных впереди, да, выпускные экзамены, и опять, вполне возможно, будет рост, поэтому я здесь, поэтому я ещё и ещё раз прошу всех вас обратить на это внимание. Спасибо вам большое за информацию, надеюсь, она будет полезна и предостережёт детей от ненужных поступков. Спасибо вам, спасибо зрителям, здоровья всем и удачи, чтобы дети радовали нас. Спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин